Тем временем Служба безопасности Украины утверждает, что у окружения лидеров ополчения есть агенты Киева. Об этом рассказал глава ведомства Валентин Наливайченко. Через них СБУ контролирует ситуацию в Донбассе, в Донецке и Луганске, заявил он. По словам Наливайченко, информатор находится в непосредственном руководстве самопровозглашенных республик. Подробности их работы он раскрывать отказался, ссылаясь на крайнюю секретность. У господина Порошенко был руководитель службы безопасности, его собственной службы безопасности, его фамилия Грицак. Это один из кадровых работников СБУ, который планировался на должность главы службы безопасности. Несмотря на приход Порошенко к власти, ситуация не поменялась. Наливайченко как находился у руля, так и находится. Американцы не дали произойти замене, ставли к Порошенко, не пришел к управлению и к руководству службы безопасности Украины. Там находится исключительно проамериканские ставления, которые выполняют задачи, которые перед ним ставятся. Это не патриот Украины, это ренегат, который в свое время поклялся в вере и правдой служить другому государству. Это человек, который не является никаким патриотом ни в коей мере. Он отставит интересы чужого государства, он внедрёт в политику Украины и транслирует те идеи, те мысли, те задачи, которые ему ставят заграничные его патроны. То есть этот человек, во-первых, может заявлять все, что угодно для дискредитации, по крайней мере, нашего правительства и наших политических сил. Это, во-первых. С другой стороны, с оперативной точки зрения, мне совсем непонятно, зачем человек раскрывает карты и даёт нам лишние поводы усилить работу по выявлению возможной агентуры в наших рядах. Это, я думаю, исключительно политизированное заявление, популистское. У нас достаточно возможностей, сил и средств для того, чтобы бороться с влиянием агентуры противника. Мы её выявляем регулярно. Министерство государственной безопасности, оно достаточно эффективно работает. Мы знаем достаточно случаев, когда агентура выявлялась. Но самое главное, на что следует обратить внимание. Мы понимаем прекрасно, что мы находимся под практически тотальным контролем. Наверное, только рентгеновское излучение не используется для того, чтобы просвечивать нас насквозь. Средства, все каналы связи наши контролируются так или иначе. Все наши перемещения, все наши передвижения контролируются. Но, тем не менее, как это качественно помогло украинской стороне решать свои, в частности, военные задачи. Несмотря на контроль средств связи, несмотря на контроль каналов связи, тем не менее, мы, пользуясь этими же засвеченными каналами связями, отдаём команды, отдаём распоряжения, мы управляем так или иначе подразделениями, войсками. Мы осуществляем те наши военные задачи. И это, в принципе, довольно успешно. Потому что те потери и те поражения, которые несёт на сегодняшний день украинская армия, они показывают, что никакие ухищрения, никакие превосходства в оперативно-техническом смысле, в других смыслах не приведут их к победе. Акцент, если делать только на этом. Ну, это абсолютно бесполезно пытаться, полагаясь на вот эти средства и силы, искать победы. Мы понимаем прекрасно, что, знаете ли, на всякую хитрость мы можем ответить своими собственными средствами и своими собственными мерами. Даже если у них, предположим гипотетически, есть какие-то представители или есть какие-то агентурные позиции и агенты влияния здесь среди нашему политику, но пока что они эффективности никакой не проявили, не доказали. Мы делаем своё дело и будем его делать методично, системно, пока мы его не завершим, там, полной нашей победой. Пусть он делает подобного рода заявления, пусть они носят там популистский характер. И даже если предположить, что кто-то занимает какие-то там определенные посты и служит не нашим интересам, то в любом случае, рано или поздно мы это выявим. Нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным. Но пока что эти позиции им не слишком помогли. Но это очевидно.